Следующий материал детям лучше не смотреть. В вензелях за полтора месяца растерзаны сотни домашних животных. Пострадали в основном кролики и куры. Местные ищут виновных. Одни считают, что это сделали ласким, другие подозревают собак, а третьи вовсе придерживаются мнения об играх чупакабры. Екатерина Кальченкова вместе с жителями подсчитала ущерб. Ночью ее вообще хорошо как бы слышно. Включается свет и удар начинает. Сигнализация ночной караул и капканы. Уже больше недели семье Елены Кунгурова вместо сна приходится стереть свое хозяйство. В поселке объявилось некое животное, которое душит кур и кроликов. То есть вот это животное пришло, оно так вот загнуло, вырвало вот это вот все. Здесь была другая сетка, то есть распорола, крючок был другой, то есть это мама все заменила. То есть она даже с усилием все равно вот это вот как надо пальцами вот так открыли. Зверь вытащил из клетки двух кролов. Не съел, а просто задушил и убежал. С подобными случаями столкнулись больше 10 семей в вензелях. За несколько недель погибли около 250 животных. Вывода кроликов пострадала у Петра Громова. Животные эти проникли в клетки, повытаскивали кроликов, задушили их. И вот буквально на этом полу лежало 70 убитых кроликов. Захожу, одна собака бегает, кроликов в шаблон. Все, думаю, одна собака. Она заскочила, потом смотрю, в клетке еще одна сидит. Собака вот эта лохматая, с биркой которой, с которой я со злости взял вилы и ударил ее. К выводу, что это были собаки, пришли и другие пострадавшие. Но в том, что они поселковые, никто не уверен. Раньше жители их на улицах не встречали. Собака выбежала первая, такая большая, серая, с белым. И потом еще две собаки выбежали, они выбежали на свет. А еще одна или две, я могу, конечно, ошибаться, выбежали в темноту. Они взяли большой забор. Это было им не помеха. По мнению тюменских биологов, это могут быть дикие собаки. Домашние псы в таких случаях могут и не поднять тревогу. Собаки молчат. Ну, возможно, они чувствуют себя подавленными из-за того, что... Есть такое понятие среди сичников, альфа-самец, и наоборот, подчиненные. Поэтому они, наверное, чувствуют себя подчиненными, поджимают хвосты. Дикие собаки ведут себя, просто они шалят. Как хулиганы иногда на улице набрасываются на невинную жертву, чтобы немножко поразвлечь. А так и здесь. Поселковая администрация обещает, что вызовет специализированную службу по отлову бродячих собак. Впрочем, это не компенсирует ущерб хозяевам задушенных кроликов и кур. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко, Тюменское время.